Мне даже дров не надо искать. Тут вот этих щепок наберу и мне будет достаточно, чтобы скепетить. Вот даже бумажка есть. Сухая причем. Хотя я уже туда бросил. Ой, запнулся. Бросил это. Траву. Хорошо. Эти качества дорогие. Эти таких перчатков уходит. Здесьidas для651. Передам. Зажигалки имеют свойство забиваться мусором. Почистил вот это отверстие и загорелось. Сейчас дров накидаю, потом проверю грибобас как там устроился. То есть в первой избушке там не на чем лежать-то. Тут-то должны быть шкуры еще оленей. Ух ты, тут тухнет что ли? Так-так-так-так-так, бумага-то сгорела. Весело так все загорелось и завалил я тут все. Камеру отложить в сторонку. Второй раз не пришлось использовать зажигалку, там загорелось сбоку. Накидал коры. Опять запнулся блин. Заросло еще, ничего не видать. О, какая-то поганка. Поганка это кость. Подумал же, какая-то поганка белая. Так, идем проверять грибобас. Вот он положил свои сапожки сушиться. Я уже в тапочках, он в галошах. Вон и мои сапожки сушатся. Так, давайте вокруг избушки сначала пройдемся. Покажу избушку. Круговой обзор. Да, в прошлом году весело мы тут отдыхали. В прошлом году мы не ходили на дальнее озеро. И причем мы не ходили туда из-за чего? Из-за того, что далеко. А тут я решился на такой поход. Штурмовой всего лишь на три дня. Я обычно там минимум хожу на четыре дня. На то дальнее озеро, на котором 27 километров. Ну, посмотрю, что получится. Ну, как бы свои ощущения. Какая усталость будет все после такого похода. Получается день, ну, как бы сутки. Не, не сутки. День. Дорога туда занимает. Там отдохнуть день и обратно. Дорога. О, тут ледобор, я смотрю, лежит. Ну-ка, интересно, эти острые ножи. Сейчас попробую ледобор и пешня. Да, так-то, в принципе, остренькие. Зимой тут классно оху он идет на удочку. Потом его жаришь, как семечки щелкаешь. Этого окушка. Ну, он такой некрупный, там, с ладошки, так примерно. Вот тогда здесь рыбачили на этом Чапаевском озере. С братом, с Димкой, с двоюродным. Ну, родной брат Грибобас. Вот так они этих таскали. А Димке почему-то налим шел. Три раза одного налима он достал, второй сорвался. Вроде он пару налимов, короче, достал. Крупные очень были. У него мушка была, это, свинцовая такая капелька. И вот налим почему-то. Налиму эта мушка очень понравилась. Что-то, Грибобас, дверь-то открыл. Я не закрыл страну. Где она открылась? Ага, да, она открывается. Странно, что она открывается? Где-то. Нормально. Кто-то притащил. Ножи столько натащили. А вот это мы тогда отдыхали. Это в Иркутинце. Набор тут. Там стопки что ли. Кому будет интересно, посмотрите поход Чапаевский. Чапаевская рыбалка. Ссылочку я уже оставлял в правом верхнем углу. В описании еще оставлю ссылку на этот поход. Вообще заходите на канал Джон Клюкер. Там есть походы, плейлисты различных походов. Вот тут когда грибы пойдут, сюда сабези будут ходить. Сабези ходят сюда, грибами занимаются. У кого время есть, приходят, сушат здесь грибы. Вот здесь сеточки. Ну тут вот сетка есть. Заготавливают грибы на зиму. Уж шкура такая хорошая, вроде свежая. Грибомас отдыхает. Плохо то что тут дверь не закрывается. Она сейчас спиральку будет застать поставить. Комаров этих задушить здесь. Грибомас говорит уже выспался, да? Да, выспался. Этот полежал-то минут 15 может быть. Ну так. Не попозитом не сядет, Джон. Там все готово, сейчас перекусим. Но я то побуду валяться всяко. Хорошо, хорошо, надо. Ну полчаса может быть, может быть час. Ну посмотрим. Ну да, ну посмотрим. Ну полчаса то надо поваляться. Это точно. Костерчик догорает. Так, у нас на перекус 6 яиц. Колбаса. Я поделил сразу на две части. Может там кто захочет пожарить там. Шоколадка Аленка. Соль адыгейская вон там вот. Что-то я заходил в копейку и ее уже нету. Она, наверное, стала пользоваться популярностью. Это чем ты пришел говоришь? Про адыгейскую соль. Ага. Вот она. И лучок. Приятного аппетита, Грибы Бас. Спасибо большое, Джон. Тебе желтого аппетита. В имя Отца, Сын, Сын, Светакая Духа. Я уже молитву прочитал. В имя Отца, Сын, Светакая Духа, Аминь. В имя Отца, Светакая Духа, Аминь. В имя Отца, Светакая Духа, Аминь. Что-то смотри, как-то вроде как комаров мало стало. Странно. Я вообще ничего не вижу комаров. Странно, да? А почему так? Это отлично, Джон. Это отлично. Это хорошо уже. Это отлично. Там я тебе сахар положил 3 ложки. Вот много. Но я уже не отбавлю. Ну, на нужда. На 3 ложки, потому что сейчас физическая нагрузка сильная. Понятно, понятно. Спасибо, Джон. Спасибо. Так что сейчас сахар тебе не помешает. Понял, понял, понял. Спасибо. Он у тебя быстренько сгорит. Да? Да. Ой. Время 17 минут. Мы выдвигаемся с избушки. Угу. Грибы Бас тут не стал что-то спать. После того, когда мы покушали. Вот когда я готовил пищу. Он поспал там, не знаю, может быть минут 15. Потом мы покушали. Я лег спать и поставил будильник на 16.45. 16.45 я встал. Вот. Это я поспал где-то 1.15. Сейчас вот допил чай. Собрались и вот вышли в 17 часов. То есть где-то ушло у нас тут на отдых 2 часа, а? 5 часов вечера. Ну да, да. Сейчас покажем тут избушка рядом. Вот такие дела. Встал что-то там в избушке так подзамерз. После сна. То есть видимо реально было 9 градусов. Но я выходил на градусник. Сейчас глянул. Сейчас 12. Что-то мне даже не верится. Сейчас расскажусь. Что-то такое настроение. Я встал когда после будильника. Я такой думаю, сейчас бы спал, спал бы еще дальше. А еще надо идти. 9 км. Ну ничего, сейчас дойдем. А там уже отдохнут по-нормальному. Сейчас время буквально прошло 2 минуты. 17.02. А вот эта следующая избушка. Мы сюда здесь не будем заходить и останавливаться. Дальше сразу идем. Да, тут кто-то есть. Вроде бы. Я иду. Пока. Стно. isenяяя. Ага. Я иду. Я иду. Сон. Я иду. Карта. Я иду. Поза. Карта. 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 так проходим мимо коралловое озеро вот там оно кстати там сидит пять уток что ли как идти на север она у нас остается слева на карте вроде так она обозначена коралловая вроде обозначение чарова есть озеро так время сейчас уже 1728 на все таки сон вот этот повлиял хорошо чувствуется что я отдохнул и уже легче даже ноги уже нету таких даже болевых ощущений как были вот до прихода в избушку только что после сна ну когда отходишь от сна как-то и потому что ничего неохота дальше спать потом расходишься все нормально это до этого перехода ольховей вошь идем без перекуров принципе дорога такая не тяжелая тропа набитая там прошли сейчас участки такие один ручеек прошли там с этой с третьей избы там две тропы одна прямо другая на левее вот тоже надо узнать по какой тропе идти в общем идем встретимся наверно уже на переходе через ольховей вошь там наверно придется лодку накачивать посмотрите какой спуск она будет вам ручеек краски и там уже будет переход через ольховей да я это показываю спуск где-то там гриб у вас ну как ведется тебе нормально нормально хорошо вот 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 Еще немного и будет переход через льковей в ворш. Приток ольховки. Цветочки какие. Сейчас время затратим на накачивание лодки. Пока переправа полчаса может и больше уйдет. Следов тут много уже сюда ходили в этом году. И свежих два следа. Эти два следа я уже прослеживал еще с ручья, когда мы шли на Чапаевский. Я думал они там где-нибудь на Чапаевских останутся. А нет, они дальше пошли. Ну они может быть на ольховку пошли рыбачить хариузы. Тут вот переход в место такое классное. Мы когда сплавляемся, то есть даже не когда сплавляемся, а мы как-то сплавлялись только на классниках с Александром. На лодке на одной. До перехода заплыли. О, какая-то лужа. И фига себе. Так, надо камеру убирать. Время 18.04. Вот здесь мы тогда с одноклассником. Вот здесь поменьше было зелени правда. Где-то мы здесь костерчик развели, так отдыхали классно. Тут такая ложбинка. Потом поплыли дальше сплавом. Но это было в июле в конце. Вода маленькая была. Ну вот уже переход. Сейчас надо будет лодку накачивать. Вот это ольховей вошь. Там раньше были палки, можно было так пройти, но сейчас не знаю. Их, наверное, уже снесло в тот раз, в последний раз. Это уже, я помню, не мог перейти. Время 18.19. Грибобас накачал Антарис. Лодку полтораместная. Ну, мы, наверное, сразу все загрузим, все два рюкзака и оба. И сразу же за один раз переплывем. Попробуй. Попробуй. Да, хватит нам тут переплыть-то и все. Насос бросай в лодку. Сейчас. Фу, так, ладно. Грибобаз, грибобаз. Да. Лодочка, лодочка Ты плыви, плыви, плыви Ты плыви, плыви, плыви И божь не возвращайся Да уж Главное, чтобы там этих луж опять не было Что-то мне эти лужи как-то Не фонтан, мне нравится, что эти лужи, блин Сколько ходил здесь по этому маршруту Не было вот этих луж больших Видимо, то, что зима была затяжная И тут снег только растаял Ведь эти лужи стоят до сих пор Так, все, мы переплавились Лодка у меня уже в рюкзаке Грибова, сколько на твоих часах? Сейчас скажу 18.36 Потихонечку поплавали Там где-то мы там Спуск такой более пологий нашли Там забрались Ну все, сейчас Час ходьбы Ну тут самая такая, знаешь, что бывает Болочистая такая местность Понятно Как бы такой вот этот участок И он как раз, видишь Напоследок Тяжеловато Ну, скажем сейчас Расскажем зрителям Как этот участок нам Дастся, да? Да Ну что, поехали, да? Пошли Давай, с Богом Давай Давай Блин, тут ветки Вообще, блин, не дают пройти Ужас Что-то они нагнулись в эту сторону Как раз, блин В сторону тропы Ага Ай, мама Упал, блин Это мы только часть вам этих препятствий показали Тропа Тропа Вообще, что-то не видать Это болото А, вон она Ух ты Ты Настя Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok